Я очень много раз об этом говорила, но если какой-то автомобиль будет, то, наверное, красный. А марку я пока даже не знаю. Он прекрасно понимает, в чем дело, но потому что только из-за того, что у него есть младшие братья, он не докапывается, не расщекречивает, а делает вид, что он так же верит. Все мы знаем, что происходит, но в плюсе-то все равно он подарки приносит. Мудрый мальчик. Это всегда про самооценку и про доверие. Если в вашей семье никто не дает повода, а вы ревнуете, значит, вам нужно поработать над самооценкой. Вот и все. Есть очень много специалистов или самой почитать какие-то статьи, осмыслить. Зимушка, зима. Смотрите, как красиво. Смотри, как красиво. Благодаря зиме даже унылые моменты становятся очень классные. Стой, все не так. Но раз уж... Смотри, костюмчик не приехал. У-у-у-у-у-у. Какой классный. Я так рада, что заказала его у тебя. Очень классный. Это итальянский бархат, или как ты мне говорила. Действительно ткань очень кайфовая Спасибо за хорошие слова На самом деле я предпочитаю очень разные цвета Это и нюд, это и блески Просто весы и красные, и розовые Я считаю, что нужно меняться У меня много знакомых Много девочек, с которыми мне приятно Проводить время, с которыми очень близко Но помимо Кати у меня есть подруга С которой я дружу уже 11 лет Мне 11-12, Маша Она живет в Краснодаре, всегда с ней встречаюсь Наше время, это время комфорта И очень радует, что помимо остальных услуг Есть даже такая услуга, как Меткея дома Отлично подходит для многодетных мам Мам, для пожилых людей, для занятых людей Сдать анализы дома Вплоть до ЭКГ Вы можете просто позвонив Меткея и заказав выезд на дом Для анализа Вам сделают анализы в привычной обстановке Вы никуда не будете ехать, тратить время И самое главное, анализы проводятся В привычной и всем известной лаборатории Инвит Которая уже зарекомендовала себя Отличным качеством выполнения Выезды осуществляются по Москве и Московской области А если еще и назовете промокод Солебека Вы получите 10% скидку на первый выезд на дом Поэтому пользуйтесь, проверяйте свое здоровье В выходящем году Не откладывайте на потом то, что можно сделать сегодня Ну и приятный бонус На странице Меткея сейчас проходит конкурс На бесплатную сдачу анализов на витамин D Нужно всего лишь подписаться на страницу На которой и так очень много информации Конкурсный пост добавила И ссылочку на пост тоже Подписывайтесь, получайте подарки Кого-кого меня как раз националисткой назвать нельзя Потому что для меня прежде всего человек и его качества Никогда не реагировала на национальность Я считаю, что это глупо и это малодушие Миленькая моя, бояться уже поздно Уже бы беременны, поэтому не бойтесь Там, где первый ребенок, там и второй Тем более у вас на аватарке есть супруг Вы не одна Первое время будет немножечко много работы Но вас спасибо Сейчас косет опыт 2.8, это как раз как у меня с Роланом Эльдаром Самое тяжелое было в том плане, что Ну, когда маленький, второй будет тяжело А когда подрастет, они будут играть И им будет очень весело, вам легко Меня никто не спросил, когда мы приезжали Снимать квартиру в Зоре Шахтеграм Я просто из тех людей, которые Счастливы не от того, что что-то получают А от того, что ценят то, что имеют Щелково хороший город Ведь вы сами знаете, что не место красить человека А человек место Везде можно быть счастливым, можно обоюдить Можно устроить, полюбить Если не нравится, это ваш выбор Не живите, уезжайте В чем проблема Вы имеете в виду, что вчера у него с часами волосы и стал резкой девочкой А может быть у ребенка талант Какой-то известный парикмахер У него, кстати, его прадедушка Дедушка Тиграна был одним из лучших парикмахеров в Моздоке Ну мы сначала остались, а потом же 13 февраля родился Ролан Мы ушли И через какое-то время, через Катю Продюсер Дома 2, Алексей Михайловский Передал, что мы можем не возвращаться Я, конечно, обиделась Как же гарно! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Рюкзачок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне кажется Субтитры сделал DimaTorzok Я уже готовлюсь к новогоднему столу Потому что приедут гости Приедет Катя с Савой Детишкам ягодки Сладости И, конечно же, такие вкусные макароны У меня льдарчик даже на дням Какие вкусные макароны У меня льдарчик даже на дням Спросил Мам, вот это мы макароны не заказывали Вот заказала Исправилась в ошибку Поэтому переходите Заказывайте продукты с доставкой на дом Качественные продукты И пользуйтесь скидками Которых я вам только что рассказала Молодцы Смотрите, что дарчик с Яриком Своим другом построил Это все вы катали, да, дарчик? Да Молодцы Мама, вот я катал Тем временем За окнами зима Новогодняя пора Сегодня меня Ролан спросил А почему ты так любишь новогодний? А я ему ответила Потому что даже день рождения Проходит за один день А Новый год Это и подготовка Целый месяц Елки сверкают Целый месяц Деды Морозы ходят Целый месяц Покупаем подарки Запасаемся икрой Рыбой Самое вкусненькое Чтобы один раз в году Сесть за стол Сесть и отметить Ударить бокал о бокал Много всего съесть И потом еще на следующие Три дня Это же есть Никуда не ходить Ничего не делать Посмотрите, сколько времени Забирает Новый год Точнее, не забирает А украшает Новогодний праздник Поэтому Новый год Конечно же Это самый долгий праздник И новогодние каникулы Они полны счастья Радости Поэтому я его очень люблю Друзья, еще у меня в ленте проходит конкурс На чайник Редмонд Можете принять участие Подпишитесь на профиль Который я указала в посте Оставьте комментарий С любимым напитком И в воскресенье 19 числа День Николая Три часа Я выберу победителя Поэтому Чем больше комментариев Тем больше шансов на победу Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Пожалуйста, еще раз Как ты говорил Мама красивая Как кто? Как тетя Люля Да? Как тетя Леся И тетя Леся? Ты мой сладенький Легла на сердце пустота Ведь я один и ты, и она Глаза закрою в тишине Глаза закрою в тишине Глаза закрою в тишине Глаза закрою в тишине Давай, давай, убирай, убирай Давай, убирай Друзья, привет Я читаю комментарии Я вижу много людей Негодование вызывает И Тигран Апосты Мои стихи И все Если хотите меня обвинять В хайпе Обвиняйте Это ваше право Я не несу ответственность За чужие эмоции За чужие мысли Я делюсь с теми людьми Которые меня понимают Я никогда не буду Если я чего-то не говорю Значит, я пока не готова В этом сказать Вы все пишите, что мы разводимся С Тиграном Нет, мы пока не разводимся Не разводимся Но действительно у нас Очень тяжелый период Вот И Мы все не идеальны Я не идеальна Тигран не идеален Но он не такой плохой Как написано в моих стихах Мои стихи немножко В другой адрес направлены Не совсем Какой хорошенький Слышали, как он мурчит? Это как называется? Серва? Ой, какой сладкий Видите, какой прикольный Этот котик называется Серва И у моей подруги Есть очень много котов Таких вот породистых Классных котят Которых можно и приобрести Как домашних любимцев И знаете, что Можно даже взять На фотосессию Пофоткаться Ну, они такие не классные Такие хорошие Да Подписывайтесь на мой канал Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я же не видела, я же не видела, как сделали нам панель. Продолжение следует... 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 ой девочки привезли мне от мебель элегант стол еще и скатерть скатерти можно купить ну вы посмотрите на эти стулья конечно же они тут чуть-чуть постоят а потом они поедут к нам в нашу квартиру это как раз для нашей кухни нарядной я на них буду сидеть и встречать новый год шикарный я честно сказать не ожидала я заказывала видела что красивый но не ожидала мина ну я просто в восторге спасибо такое качество четко наши жизни уходят только те люди которые нам больше не нужны они уже выполнили свою миссию и сыграли свою роль они прошли с нами ровно тот отрезок пути которые должны были пройти не меньше не больше они преподали на море друзья привет сейчас после того как запишу это видео выберу победителя в конкурсе который организовала я совместно с компанией redmond дарим чайник чайник термос который можно управлять также с телефона через приложение очень хороший подарок преддверии нового года сейчас я выберу самостоятельно победителя и с ним свяжется компания напоминаю что вам должно быть больше 18 лет вы должны проживать на территории российской федерации а также вы должны быть подписаны на компанию redmond студентом под название первого года дарим Смотри, а я буду вперёд. Как мило. Какое милашество. Смотрите, куда он забрёл. Да, он залез выше всех. Смотрите, а он ещё подарок ловит. Да. Губастики. Друзья, всем привет ещё раз. Спасибо большое за поддержку. За это огромное количество писем, звонков. Все люди, которым я когда-то делала добро. Которым я когда-то подставила плечо. Я очень неравнодушный человек. Иногда могу просто выслушать, просто сказать пару слов для человека. Все, все эти люди написали. Все эти люди поддержали. Сейчас то, что происходит, то, что вы видите, это не хайп. То, что вы пишете там, что я иду, улыбаюсь. Я не жертва. Я свеслом. Как я написала в своём стихе. Я грибу. Я грибу и выгребаю. Я не плыву под течением. И именно поэтому сейчас в моей жизни происходит именно такая ситуация. То, что ситуация не решалась очень долгое время, правда, я не хочу никого сейчас винить. Нет плохих людей. Есть обстоятельства. И даже то, что происходит сейчас, я воспринимаю как определённое развитие своей личности. Ну, навсегда через боль. Через боль. На голос не обращайте внимания вчера. На повышенных. Мы сняли отношения тоже. Что я чувствую к Тиграну. Чувствую любовь, но я дальше так не могу. Я дальше не могу жить с человеком, который очень сильно боится своих родителей. А я и дети, мы обесценены. Обесценены, потому что нет разделения, о котором все написали, что вот. Да прилепится муж к своей жене. Да. Почему-то семья воспринимает, что если мой супруг будет любить меня такой, какая я есть, и для меня мать, то это почему-то предательство. Я очень много раз пыталась пойти на мировую, поговорить, решать. Но я считаю, что это должен решить Тигран. Он не сделал этого. Но я не готова отставлять себя. Я не готова приносить себя в жертву. Я не жертва. Я очень ценю поддержку всех и каждого. Но я не жертва. Вот вы скажете, как там может помешать семья, которая живет за тысячу километров. Ну, вы знаете, что я человек очень ресурсный. Да, я очень много могу сделать. То есть даже такие вопросы, как сделать визу Тиграну, маме и сестре, чтобы они полетели за границу, пока я сижу беременная, это тоже была моей задачей. Чтобы понимать, как можно делать на расстоянии. Помимо всего-всего-всего прочего. Я не жалею. Я была искренне. Искренне хотела быть частью этой семьи. Но в какой-то момент я просто устала. Устала. Трое детей. Все на мне. Нет благодарности. Не было благодарности. Было восприятие того, что... Как должно. И я устала и сказала, что я устала. Возвольте, откуда я не вычеркивала при этом. Вычеркнули меня сразу же причем. Но мои обязанности почему-то остались. Так вот, когда нет взаимопонимания. Когда у кого-то есть непрожитый гештальт. Можете загуглить. Когда у кого-то есть легидность. Тоже такой есть термин. Получается, что кому-то нужно жертвовать. С собой. Но это буду не я. Я считаю, что лучше не жить, чем жить с тем, кто тебя не ценит. Делай тем, кто тебя не ценит. Это мой выбор. Я несу ответственность за свои действия. Всю жизнь. Вот как-то так. Такие мысли. Очень ценно ваша поддержка. Поддержка всех людей моих близких. Асанчик, спасибо тебе большое, что ты всегда со мной. Маша, все мои девчонки. Кто? Всегда поддерживайте. Всегда рядом. Всегда готов выслушать. Потому что женщина приходит к истине, когда она говорит. Ну я, по крайней мере. И Тиграну я тоже своего люблю. Не хочу его терять. Не хочу его отпускать. Не хочу. Но он должен сам решить эту проблему. Он должен сам решить этот момент. Иначе не получится. Спасибо. Привет, мои дорогие. Привет и спасибо большое всем, кто звонит, переживает со слезами. Звонила Ольга Васильевна только что. Я сейчас хочу объясниться. Сейчас хочу всем людям, которые искренне переживают, искренне хотят помочь, не только сказать спасибо, но и сказать, почему так происходит. Во-первых, это не хайп. Действительно, вот так. Происходит вот так. Никого я не виню. Но я недавно поняла, что мое оружие — это слово. Мое орудие — слово. И поэтому я буду показывать, я буду сливать всю несправедливость. Вот эта фраза «не выноси ссоры из избы». Это фраза абьюзера. Это фраза человека, который хочет обижать, хочет творить свое зло за семью замками. Я на это не подписываюсь. За мной правда. Если есть те, кто не согласен, это ваше право. У меня своё мнение, свой выбор. Я вчера увидела, как действует правда и моё слово на всех людей, которые хотели меня обижать. Они исчезают. Людей очень сильно. Вот эта вот открытость, она пугает людей, которые хотели творить свой злой умысл, чтобы никто не знал. Поэтому я буду всё показывать. Хотите — смотрите, хотите — не смотрите. Это ваше право. Но у меня нет человека, который бы позвонил и заступился. Когда… Из-за чего вся эта ситуация? Сейчас тоже вам всё это расскажу. Десять лет. В принципе, как и сейчас, я всегда любила Тиграна. Я ему так и сказала при личном разговоре, что тебе очень повезло, что я так жёстко в тебя влюбилась. И не буду сейчас давать оценку никому, но ситуация вот в этом. И все эти десять лет я очень боялась, что если я что-то скажу его родне, которая изначально дала мне понять, что я там не кола, не двора, как это всё. Я уже не говорила о том, что мою сестру вечно там полощат. И поэтому сестра Тиграна даже не обратила внимания на то, что она задела мою сестру, там её как-то обозвала, там выяснила, что Катя осталась одна с ребёнком. Неважно. Это всё тоже наши уроки жизни. Нету человека, который позвонит и скажет «не трогай мою дочь». Не трогай. Поэтому мои родители — это слово. Моя защита сейчас, к сожалению, — это слово. Вот. Вот так я служила, служила, молчала, молчала. Я не спорю, я не отрекаюсь от того, что я всё делала искренне, потому что я думала, что мы это пройдём. Мы пройдём это, и мы сделаем. И вот летом, когда мы были в Альбатросе, я просто не вытянула. Я не вытянула делать свою работу. Вы знаете, моя работа — это реклама. Пусть я не говорю об этом в цвет, да, вот так, не говорю об этом открыто. Ну, это как бы понятно. Мне надо кормить семью. Я это делаю уже несколько, много лет. Причём я не упрекаю в этом моего мужа. Я всегда называю нашу семью большой, мощной черепахой. Мои ноги идут, а у меня есть очень мощный панцирь. Это панцирь — мой муж, который не даст меня никому обидеть. И вот вчера и последние полгода я понимаю, что панцирь треснул. Я не чувствую своего панциря. Может быть, его и не было, просто я полюбила себя. Вы правильно пишете? Я полюбила себя, и я понимаю, что я сейчас прохожу трансформацию от девочки, которая не любила себя, не ценила себя, к женщине, которая это делает. И, наверное, по дороге придётся... Я готова терять, потому что я иду, не расходясь со своими мыслями, со своим нутром. Я полюбила свою нутро, я полюбила свою внешность, я полюбила свою жизнь. Я приняла всё, в том числе и своего мужа, с его плюсами, с его минусами. Но меня не принимают. Меня не принимают во мне, видят только плохое, в том числе это делает и мой муж. Я знаю, что, может быть, где-то не хватает, может быть, саморазвития, нужно заняться собой, но я не смогу за него это сделать. Как бы я его не любила, я не смогу за него это сделать. Я не смогу жить дальше, где меня обесценивают, потому что я ценю себя, я не допущу такого отношения к себе. И буду показывать здесь, рассказывать всё, потому что слово — это моя защита, мои стихи, мои посты, моя аудитория. Я заметила, что люди просто отстали от меня, когда я вынесла всё на общее обозрение. Просто не трогают меня. Я летом, извините меня, но за всё, что я делаю, можно быть немножко благодарными. Помогите мне. То есть я никого не посылала, я никому не говорила, кто плохой, я никогда не оскорбляю. Это я тоже в себе проработала давным-давно. На что я получила очень жёсткую реакцию, которая просто вычеркнула меня из состава семьи. Просто мне дали понять, что моё место возле Параши. Это вот так было действительно. Причём дала мне понять Тиграна мама. Она просто кинула меня в игнор. Она всем своим видом. И меня, и Тиграна даже она кинула в игнор. Это их отношения, я туда не кидаюсь. И вроде бы самым миролюбимым оказался отец. А когда прошло время, мы все приехали домой, мой отец начал на меня наседать и звонить мне, что я должна извиниться, я должна приехать, я должна встать на колени, я должна извиниться. А я ему объясняю, что я больше делать этого не буду. Но так как мы в одной упряжке, мы можем договориться, что мы ведь всё-таки одна семья. Почему я выясняю отношения с отцом, а не мой муж? Это уже другой вопрос. Почему я не ограждена от каких-то таких моментов своим супругом, который моя каменная стена, мой панцирь? Это тоже другой вопрос. Я не виню никого и благодарна людям за то, что они сделали так, чтобы я пришла к тому, где я сейчас. Они помогли мне понять. Для того, чтобы человек начал себя ценить, его надо растоптать, его надо задавить. И только когда уже придёт высшая точка кипения, человек начинает осознавать, сильный человек. Поэтому я благодарна. Мне звонит мой свёкор, говорит, что если бы ты жила у нас, мы бы быстренько тебя сломали. Я не ехал на свадьбу из-за тебя, я вообще тебя не принимал. И вообще я хотел, Бородину просил дать денег тебе, чтобы забрать ребёнка. То есть уже сейчас, после 10 лет жизни, поэтому ещё после парочки приёмов газлайтинга, газлайтинг — это такой приём психологии, в котором один партнёр разговора или дискуссии доказывает другому, уверяет другому в том, что он сумасшедший. Вот от Виталия Николаевича такие вот моменты были, мол, типа тебе надо посмотреть, что у тебя с головой, давай, может, тебя проверим туда-сюда, давай, может, полечимся. Но у меня в ответ только слово. Нету моего отца, который позвонит и скажет, дорогой Виталий Николаевич, а давайте мы вашу дочку надломим, а давайте мы вашу дочку полечим. А кто вам дал право вообще с моей Юлей так обращаться? А зачем вы такое моей Юле говорите? Нету такого человека. Моё орудие — слово. И я буду этим орудием защищаться. И я знаю, что будут потери. Я готова уже к этим потерям. Я давно готова к этим потерям, потому что я вижу, что всё идёт в тупик. И я буду рассказывать. И я буду говорить. Найменьшие потери будут, если вы не будете меня трогать. Не будете писать мне свои вот эти сообщения гнилые, звонить, что-то мне там доказывать. Если вы думаете, все мои подписчики, и кто слушает это сообщение, что я не пыталась поговорить. Если вы думаете, что я не пыталась наладить, что я не пыталась загладить, я не тот человек, вы видите меня, вы видите, что я говорю, как я вещаю. Я всё это очень много раз пыталась, но меня не слышат, не хотят слышать, не считают нужным. Поэтому я подчёркиваю и готова терять. Не могу так, не хочу. Не моя жизнь. Я не моздокская сноха. Я Юлия Салибекова. Боевая единица. Я личность. Я красивая, умная, талантливая женщина, у которой замечательные три сына, у которой есть любимый муж. Ну, не ценит, как бы не будет его, да? Надо ценить. Пусть это будет так, пусть это будет для кого-то нелепо, для кого-то ужасно, для кого-то небо на землю падает, но это моё решение, а я, когда принимаю решение, я всегда беру на себя ответственность за свои решения. Хотите, смотрите. Не хотите, не смотрите, но я поняла, что правда вынесена на всеобщее обозрение, она меня будет защищать. Мне так удобно. Мне надо ещё поднимать детей, мне их надо кормить, что я делаю, в принципе, все эти годы. И я не жалуюсь, мне всё устраивало. Просто цените, просто любите. Меня всё устраивает. И я, как бы, я довольна тем, что я сделала, я довольна. Просто не растаптывайте меня, не унижайте меня, не наклоняйте меня носом в грязь, не надо. Я так не поступаю с людьми. И то, что я сейчас делаю, мне многие пишут, ты грязь разводишь. Нет. Это я уже просто готова терять. Всё. По поводу Тиграна, что хочу сказать, друзья. У нас с ним состоялся вчера очень холодный, неприятный разговор, из которого я поняла то, что я написала в посте, что либо я становлюсь на колени, извиняюсь, мы живём дальше, либо мы не живём дальше. Себя ломать и подминать под каплук, я больше не позволю. Поэтому Тигран с сегодняшнего дня уже уехал в нашу первую квартиру, которую мы так с любовью ремонтировали, и будет жить там. Будет жить там. Я никого нигде не держу. Я в своём решении уверена. Опять же, это моё решение. Я почувствовала очень большое, глубокое предательство. Я не предавала все эти годы. Я шла за руку. Я не предавала. Но меня тоже нельзя предавать. Вот так. Мы сейчас живём отдельно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я люблю делать так неправильно. Я говорю тебе НУЗА! Люблю тебя! Как путешествуют до собинарiem vibrations — Ещё раз повторюсь. Мне просто жаль мужчину мужа Юли. Что он неправильно поступает. Что он разрешает в своей семье батарея умол sorte Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет! Я пообещала прямой эфир. Сегодня обязательно, сейчас мы его начнем. Ну, для начала кое-что расскажу из новостей. Вот, вы видели, да, что Тигран удалил пост. Он удалил его не потому, что он изменил свое решение, а потому что он понял, сколько негатива. И вчера очень долго я с ним общалась. Он, наконец-то, под вечер начал понимать, что у него есть дети. Он вдруг соскучился по ним. Вот. Но я его не осуждаю. Каждый жил в этой ситуации так, как ему было удобно. Каждый поступает сейчас так, как ему удобно. И сегодня мне мой муж торжественно объявил, что его решение остается прежним. Он выбирает свою маму. Вот. Очень много вчера я понимаю, что Тигран даже не понимает, что он совершил. Я чувствую очень глубокое предательство. Именно предательство. Он отказался публично. Он отказался внутри семьи. Он думал, что... Думал, что пару смс-ок заставят меня все вернуть и молча все это съесть. Но почему-то... Я не обвиняю сейчас его это без негатива, говорю. Это его выбор. Но почему-то я начала чувствовать предательство. Я вам расскажу сегодня в прямом эфире. Путь этот к любви к себе. Он начался приблизительно год назад. Я не скажу, что я раньше не любила себя. Но раньше, очень важно, мне было, чтобы человек, которого я люблю... Я всегда любила Тиграна. И, как он мне сказал, неужели все так плохо было? Для меня не было плохо в том плане, что любовь во мне. Я люблю человека. Я люблю жизнь. Я вообще очень люблю обильный и такой, в хорошем понимании этого слова, жизнерадостный человек. Я люблю листочки, я люблю снежинки, я люблю всё, что меня окружает. Я люблю людей. И любила его я, именно этого человека я хотела рядом с ним. Пришла трансформация сознания того, что мне важно качество этого человека. Мне важно, как он относится ко мне, как отзывается обо мне. Мне важно, как он видит меня в глазах моего мужа. Я очень плохой человек. Я в глазах его очень страшный человек. Очень гнусный человек. И я просто устала всё это слушать. И я поняла, что, наверное, нам не по пути. И после этого как бы начала кружиться воронка. Я начала любить себя. Я начала не позволять меня обижать. И начали происходить ситуации, когда люди не согласны с тем, что меня нельзя обижать. Они привыкли обижать. Я не жертва. Нет, я просто сейчас понимаю, что мне 33. У меня ещё столько впереди счастливых моментов. Я абсолютно никого не виню. Ни родственникам, ни Тигранам. Если бы не встретились на моём пути люди, то я бы не пришла к тому, к чему пришла сейчас. Я ни капельки не жалею ни об одном прожитом дне. Но я объяснила своему мужу вчера, что я хочу счастливо жить свою жизнь. С мужчиной, который любит меня, ценит, который видит во мне хорошее, который уважает какие-то мои другие моменты, которому я неудобная, тоже нужна. Женщина не должна быть удобная. Удобный унитаз в туалете. Я это тоже поняла. Раньше не понимала. Это был мой путь. И, конечно же, сейчас Тиграна боится, что я запрещу общаться с детьми, так как он выбрал маму. Я совершенно не буду этого делать. Я не буду лишать детей бабушки. Я не буду лишать детей папы. Я не буду становиться в позу. Я хочу жить в ладах с собой. Хочу быть счастливой. И поэтому происходит вот это всё, что сейчас происходит. И у меня, знаете, честно вам скажу. Я сейчас это говорю не для того, чтобы меня бедненько пожалели. Я не бедненькая. У меня так горело ночью вчера внутри, когда я смотрела то, что мне пишет Тигран, и понимала, что просто он выбит из зоны комфорта. Ему некомфортно сейчас. И когда он использовал разные манипуляции детьми, и что он там привыкнет, и что он не понимает, что он меня просто предал. Он просто предал меня. Все эти годы очень многие люди понимали, кто он, кто я. Но я всегда его отстаивала, никому не позволяла. У меня нет родителей. У меня есть много знакомых, аудитория, где я не позволяла никак говорить про моего Тиграна. Конечно, мне сейчас очень нелегко. Я нахожусь в состоянии очень сильного стресса. Мне хочется сидеть и смотреть в одну точку. Но на мне остались трое детей. На мне остался быт. И я с ужасом смотрю и понимаю, что мои флакончики стоят на месте. Я не прикасаюсь к вещам в моей квартире. Я очень тяжело мне себя собрать и приготовить обед детям. Я вызову завтра няню. Мне нужно отвлечься. Я сейчас зайду в эфир и очень хочу, чтобы девчонки, те, кто действительно меня любит и уважает, посоветуйте, что сделать сейчас, чтобы быстрее пережить это. Чтобы быстрее... Я знала, что будет больно. Я знала, что будет больно. Люба, спасибо большое. Смотрите, какая классная красота ко мне приехала. Это серебро, янтарь натуральный, подвесочка. Люба, ну что это за ложечка? Спасибо большое. Радую себя. Приходят посылочки. Вот такие вот мои заказики. Вот. Цепь. И вот такой вот прикольный комплект. Колечко. Гарнитур, как надо говорить. И камешки. Надену на Новый год. С Новогодним платьем. У нас синий водяной тигр, да? Очень классно. Люба, спасибо. Конечно, показать лучше завтра днем. Насколько это красиво. Или... Вот. Класс. Я так давно хотела янтарь. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо огромное всем, кто вчера писал, кто вчера смотрел. Да, вчера мне было очень плохо, очень плохо. Но я внутри приняла решение. Приняла решение. Это точка невозврата. Я буду делиться с вами своими мыслями, своими восстановлениями. Я думаю, что... Я не то, что думаю. Я видела очень много писем, директе девочек, которые как раз находятся в процессе принятия определенного решения. Кто-то принял, кто-то не принял. Я хочу поделиться своим опытом, как было у меня, не скрывая. Чтобы каждая могла найти в себе силы сделать выбор. Тот или иной. И чтобы это было осознанно. Я тоже осознаю все, что я делаю. Вот. Поэтому спасибо. Я птица Феникс. Меня не затоптать. Эта боль, которую вы вчера видели и в эфире, и в историях. Эта боль во благо. Она меня исцелит. Она меня исцелит и вывезет дальше. Вот. Эта боль, это не жертвина. Это омовение моё, чтобы прожить свою жизнь, а не чью-то. Я её понимаю. И я это понимаю. Я благодарна ей, что она есть. Такой болью умирает любовь. Вот так. Ну что вы, друзья, я у Марго. Сейчас будем делать мои глаза такими же выразительными, как у Марго. Сделаем Голливуд. Сделаем синие вкрапления. Вы увидите на мне. И поймете, что это очень по-новогоднему. Это офигенно, когда есть светлые ресницы. Я тоже постоянно делаю фиолетовые или синие ресницы. Сейчас делаем бомбу. Будет бомба. Привет, мои дорогие. Как видите, у меня новые реснички. У меня все дела восстанавливаются. Благодаря тому, что я вчера дала себе волю, мне сегодня намного легче. Я уже убираю флакончики, как я вам вчера сказала. Вот. И хочу вам рассказать одну историю. Мой путь мне открывает глаза на многие вещи. И вот глядя на то, что со мной происходит, я понимаю, насколько мудрая была у нас Катя и мама. Я потом вам расскажу очень многие истории из моей жизни, которые будут вам интересны о нашем с Катей пути, о моем пути. И вы начнете меня больше понимать. Я могу теперь это рассказать, потому что мне никто не запрещает. Вот. И эти истории действительно интересны. Так вот, когда мы с Катей закончили музыкальное училище и прослушались кубанский хор, живя в это время, мама жила в деревне, Копачивка называется, а мы прослушались в Хмельницком. И вот, когда нас отобрали, нас пригласили уехать работать в Краснодар, а наша мама при этом должна была остаться в доме без условий, холодном, одна, больная. Мы пришли к ней, честно сказали, мам, нам сказали приезжать. Вот как ты скажешь, так и будет. Знаете, что сказала наша с Катей мама? Она сказала, села бы напротив нас и сказала, я не буду вас так держать возле себя, как держала меня возле себя моя мама. Летите. Летите и будьте счастливы. Когда она увидела наши глаза, что нас давит чувство вины, она сказала, да и эти уже наконец-то отдохну без вас, все книги свои перечитаю, как вы мне надоели. И только сейчас я понимаю, что это была та мудрость, которая отпустила, несмотря ни на что, своих детей, которая сразу же развеяла чувство вины, сразу же она его убрала. Как вы думаете, я могу воспитать своих сыновей сама? Я не хочу, чтобы моих сыновей травмировал травмированный человек, недолюбленный человек. Меня долюбили. Мне воспитали стержень. Мне дали внутреннюю опору. Меня отпустили. Я тоже так поступлю со своими детьми. Счастье, свободе. Я плюс ко всему еще осознаю все те ошибки, которые многие совершают. Такие выводы у меня на сегодняшний день. И я очень много думаю. Я делаю выводы. Мои дети будут счастливыми и сильными личностями, а не травмированными. Сейчас, пока я еще, ну как, одна, возвращаюсь я. Возвращается мое я. То я, которое я полюбила и приняла. Я очень много перелопатила психологов. Я и в личной практике ходила, на личные консультации, покупала семинары. Меня вдохновила очень Иланиш. Вот сейчас я про нее вам расскажу. Но я поняла, что вернулась я, настоящая Юля. Важно начать осознавать свои чувства и свою ценность. Я прям рекомендую вам зайти и посмотреть на Иланиш. Она духовный практик и психолог. Конечно, есть очень много разных наставников. И нужно находить того, кто тебе по душе. Но именно у этой девочки все очень профессионально. Она очень четко разбирает самые тяжелые ситуации. И вы можете к ней обратиться, разобрать свои чувства для того, чтобы понять, что происходит и что вам нужно. Это очень важно. Иланиш очень быстро видит первопричину. И в этом она выигрывает среди остальных. Самое главное, когда непонятно, что происходит в вашей жизни, это клубок неразобранных эмоций. Вот именно с ней вы можете это все разобрать. Она вам поможет. И, кстати говоря, в финансовой сфере, если есть какие-то затыки и зажимы, это тоже ваши нерешенные какие-то внутренние любимые проблемы, которые нужно открыть. Поэтому я оставляю ссылочку. Переходите. У нее есть очень много марафонов. Как раз таки мой вопрос, вопрос самооценки. Я посмотрела вебинар Иланиш, и он тоже намного открыл мне глаза. Потому что самооценка, самоценность и чувство собственного достоинства – это то, что у нас внутри. Если вы даете себе прогибаться, если вы давите в себе себя, как я писала в своих стихах, вы просто погибаете. Будут психосоматические заболевания, это все вылезет болезнями. Это ваш выбор, каким он будет. Но я советую посмотреть этот вебинар, если напишите ей в директ слово «хочу», она вам бесплатно его отправит. Посмотрите ради развития. А уже ваш выбор, какой вам быть и какую жизнь прожить – свою или для чьего-то блага. Не забывайте, что человек с подавленной волей, прогнутый, вогнутый человек, он не может открыть свои таланты, он не может воспользоваться своими ресурсами, и он на дне. Вот это правда жизни. Когда ты идешь от себя и не сломлен, тебе все плывет в руки. Это вызывает у тебя позитив. Главное – оставаться в плюсе. То есть ушел муж. Спасибо за урок. Не надо валяться в этих ужасных эмоциях, грязи. Значит, так нужно было. Значит, это был мой путь. Так, а какие уроки мы поняли из этого? А я поняла. У меня тоже были очень нужные уроки, которые так вовремя проявились. Пока еще молодая и красивая, чтобы я шла дальше. Вот это мои мысли. Никто меня не сможет переубедить, потому что это я. Знаете, что меня больше всего удивляет? Вот какое удивительное существо женщины, да? Вот как нас не бей, как нас не мотай, как нас не гаси, все равно мы возрождаемся. Ну, я имею в виду здоровую личность, да, нетравнированную. Потому что у каждого есть ситуация, у каждого свой путь. Мы всегда возрождаемся из пепла. Правильно вы мне писали, что женщина, она все переживет. И как бы не было тяжко эмоционально вывезти, все. Блин, ну круто, что я девчонка родилась. А за окном предновогодняя пора. Девчонки, совсем скоро Новый год. Конечно же, это подарки. Я хочу вам дать ссылочку на кайфовые новогодние подарки для деток на опт. Если вы состоите в родительском комитете, сады, школы, группы, очень выгодно можете приобрести подарки только со свежими конфетами, которые собираются вручную и девчонками. А если еще искажете промокод Сальбекова, получите 20% скидку на подарки. Большой ассортимент упаковок, только самые свежие, вкусные конфеты. Злату, который этим всем занимается, я знаю лично. Поэтому пишите ей в WhatsApp, пишите ей в Instagram. Смотрите, какие классные скидочки, смотрите, какие выгодные цены, особенно на большие партии. Субтитры сделал DimaTorzok Привет всем. Сегодня тоже я хочу поговорить с вами, рассказать, что происходит. Спасибо за советы провести время с девчонками. Да, помогает. С девочками весело, они отвлекаются. Дарят вот эту женскую энергию, это тоже очень важно. Поэтому те, кто на пути к какому-то свершению, девчонки, запомните, что поддержка и приятные люди рядом, они, конечно, лечат. Вчера Тигран приехал к нам, привез продукты, за что спасибо ему, продукты многодетной семье не бывают лишними никогда. И мы с ним очень долго говорили. Из его разговора я поняла, что он не понимает, что он совершил. Он не понимает, что он меня предал уже второй раз в жизни. Он не понимает, что первый раз он меня слил, когда я была беременна. И в тот момент я просто не имела выбора. Я любила, у меня сейчас тоже есть чувства, но тогда я не могла проявить свою самооценку и ее защитить, потому что я была в чужой стране, без родителей и уже с животом. Я простила, и я оправдала его и в себе в голове, и прилюдно. И сейчас он точно так же оправдывает, он говорит, это всего лишь эмоции. Так-то и убить можно на эмоции. Мне уже стало страшно. А как я могу стареть с человеком, который уже второй раз меня предал? Первый раз, когда я была беременна, я перешагнула через себя. Второй раз с тремя маленькими детьми. Я ему объясняла вчера, что это было тройное предательство. Первый раз, когда ты выбрал родителей, и мне это заявил на кухне. Второй раз, когда ты объявил это на весь мир и даже не понял, что ты сделал. И третий раз, когда ты собрал вещи, ушел, оставив меня в быту с этими маленькими детьми, не зная, насколько это нелегко. Для меня это предательство. И я понимаю, что это он делает, потому что он не понимает, что он делает. А зачем мне это на старость? Зачем мне это по жизни? Если у меня сейчас именно такие. И когда мы вчера разговаривали, я вижу, что он говорит, все, родители тебя не трогают, Юль. Он хочет замириться, и чтобы было все как дальше, как раньше. Но он не понимает, что родители меня не трогают, потому что я сама решила эту проблему. Он так и не отстоял нас. Я просто сама все перегородила, отрезала, сделала свой выбор. И я опять решила проблему. Если я говорю неправду, напишите мне, пожалуйста. А вот у меня такие мысли. Я ему объясняю, я говорю, я расправляю крылья и лечу. Либо ты летишь со мной, я даю тебе руку. Полетели. Либо ты остаешься без меня. Никого не буду лишать. Права отцовства. Конечно, не буду лишать себя твоей поддержки. Приходи, покупай, играй, будь с детьми. Я не буду запрещать. Но меня гнобить не надо больше. Печально, что человек не может понять, что больше не будет той Юли покладистой, которая все съедала и лежала где-то на полу возле тряпки. Вернется та Юля, которая была вначале, но уже повзрослевшая. Уже осознающая свои эмоции. Уже что-то повидавшее в этой жизни. Ценищее, мудрое. С чувством, собственно, достоинства. И если ты хочешь быть рядом и уважаешь свой выбор, и понимаешь, кто с тобой рядом, то мы будем рядом, будем идти вместе. Я не отказываюсь. Но он не понимает. Он мне сказал сегодня, что вот поэтому вас, баб, надо держать на кухне, потому что вы крылья расправила, она и полетела. Мне это не подходит. У меня одна жизнь. Одна. Я такая родилась, чтобы прожить эту жизнь счастливо, а не кому-то кастрюляки намывать. Вот в чем прикол. Хотя и это тоже я могу делать. И делаю прекрасно. В общем, вот так, друзья, такие мысли. Вот такие мысли. На завтра у меня заблаговременно приобретены билеты на всю семью в цирк чудес, в новогоднее шоу. Ну, холодное сердце. Приобретала еще до конфликта нашего. Хотела поехать с Катей. Катя забыла документы, потеряла. Паразот. Отец. Гран-паразот. Не буду отказываться от помощи. Я не буду лишать детей праздника. Наши дети думают, что папа нашел хорошую работу, где вахтовым методом надо работать. Не знаю, правильно поступал. Нет. Вообще запутался. Театр интерактивной анимации. Рисование светом. Удивительные цирковые номера. Шоу мыльных пузырей. Современная хореография. Лазерное шоу и красивые песни. Вот основные составляющие спектакля «Снежное сердце Эльзы». Ты включил сам, потому что встал на эту штучку? Да. Молодец. Молодец. Хотите, вам честно скажу? Сейчас, в общем, меня так прибило. Вот девчонки, кто захочет на этот путь, да, указывается, отстаивать себя это вообще так непросто. Это очень непросто. Вот. И я написала уже просто, что у меня сейчас в голове манная каша. И я это осознаю, что у меня в голове манная каша. Либо это из-за того, что я вчера видела Тиграна, либо из-за того, что я вчера легла очень поздно спать, либо из-за того, что я устала или нахожусь в стрессе. Ну, каша в голове есть. Ничего не могу делать. Ничего не могу делать, ничего не соображаю. Насыпаю в манку, там, перец. То есть, наверное, это у всех так. Наверное, это защита организма. Вот. Так что, вот так вот. Но меня всегда держат слова моя мама. Ничего не бойся. И я сейчас тоже очень знатно выбита из зоны комфорта. Очень непросто одной с тремя детьми. Даже ответить на вопросы. Это так непросто. Вот. Но я понимаю, что нужно, во-первых, остановиться энергетически. Энергетически, да, он могла остановиться. Вот. И нужно переждать. Я развязываю уже, раз ты так хотела. Сапули пришли. Хасанчик, мы едем, я очень рада. Кстати, девчонки, хотела сказать, что когда садитесь в поезд, я-то на поездах 10 тысяч лет не ездила, но когда садитесь в поезд, достаточно проявить паспорт, если вы зарегистрировали. Ну, если вы купили билет, не нужно ничего, я там печатаю. Мама, смотри. Ой. Здравствуйте. Ой. 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 Житя и глядя Целую теху И в большинстве Житя и глядя Стали на Снегови Снегови, чё? Эй, Куку Выходи давай уже Снегови Эй Снегови Выходи я тебе говорю Снегови Снегови А что у меня сейчас? Дай никогда не хочу Вау 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 afu DimaTorzok DimaTorzok Ф exempl Skin DimaTorzok Д primaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Ильес, так, Багратика, а у тебя как дела? Пойдут? Ну-ка. Вот еще ведь какое дело. Да, никто не тюкает, я это заметила. Никто ничего не говорит. Я такой немножко момент, да, не для всех. Я вчера была в шоке, когда Катя мне подала полотенце. Я смотрю, говорю, спасибо. Она говорит, тебе что, никто не подавал полотенце? То есть вот какие-то такие моменты. А подавала ведь всегда я. Я понимаю, что я сейчас не пытаюсь сказать, что Тигран проходит человек. Я пытаюсь понять, что происходит. У меня сейчас как будто две реальности. Одна реальность, в которой я жила 10 лет. Потом я осталась одна, осмысливала. А теперь со мной тоже человек, но тот человек, который не заставляет мне ничего делать. Не заставляет меня чего-то не делать. Нет, нет плохих людей. Есть просто, когда уже больше не по пути. Вы сейчас скажете, что ты такая дура, же 10 лет жила, и всё это ты терпела. Наверное, поменялись ценности на фоне созревания личностного. Раньше меня очень питало то, что, во-первых, во мне много любви, и её хватит на двоих. Это мой девиз. Во мне действительно очень много ресурсов. Во-вторых, во-вторых, я добивалась своих целей, какие бы они ни были, и цели брала потяжелее. Это был Тигран, тот мужчина, в которого я влюбилась. Он будет со мной, во что бы это ни стало, моей любви хватит на двоих. То есть вот это у меня было в голове. А потом в какой-то момент я устала. Да, мы устали, трое детей, это тяжело. Какие-то ситуации произошли, плюс родители, да. И додавили до такой степени, что я повернула вверх, наконец-то, в себя, на себя. И начала замечать такие вещи, которые я до сих пор замечаю, и мне становятся как-то даже ишь не по себе. Вот так вот. И знаете, о чём я сейчас думаю? Почему я всё это рассказываю? Потому что я знаю, что очень много женщин находится в моей ситуации. Так же страшно. Мне очень страшно, что я сейчас убью свою любовь. А когда я вижу, убираю чувства, и вижу определённые какие-то поступки, я понимаю, что и любви вовсе нет. Не будет любви. Если я поставила Тиграна условия, мне сейчас очень важна финансовая безопасность. Я решила обезопасить себя и детей. Потому что если происходит какая-то ситуация, которая заставляет менять человека взгляды, сегодня это будет мама, завтра, может быть, это будет другая женщина. Мы не застрахованы. Может быть, у меня другой мужчина. Мы же все живые люди. То есть у меня должна быть страховка, потому что дети со мной всегда будут мои, я их никуда не отдам. Вот такие у меня мысли. Дальше я начинаю отматывать и всё анализировать. Вы, конечно, мне говорили, отпусти ситуацию. Наверное, раньше, вот в 20 лет, 23, я получала, может быть, ну не может быть, а получала удовольствие от служения, от партнёрства. Меня это как-то заряжало. Я росла без отца. Я росла с одной мамой. Я дала себе слово, что во что бы то ни стало, я буду женой. Я не пойду по маминому пути. И вот за эти полгода, после того, как я поссорилась с родителями, я увидела их обратную сторону. Показала свою. Они тоже очень разочарованы во мне. Я это понимаю, как бы, но я не несу ответственности за чужие чувства. Я прошла такой огромный путь именно к своей маме от отрицания до благодарности. Люди, которые работают над собой, они поймут, какой большой путь я прошла. И, конечно же, проанализировала себя, что прошло созревание. И то, что было ценно тогда, уже не ценно сегодня. Потому что есть осознание того, что оно, в принципе, не ценно для меня. То, что я росла без отца, как раз меня обезоруживает в каком плане. Я не знаю, как должен поступать мужчина. Я не знаю. И всё, что я видела от Тиграна, принималось мною все эти годы как мужские поступки. Нет, я не спорю. Я не говорю, что он плохой. Я вижу, что есть любовь. Но я ему так и сказала. Либо мы идём к психологу, меняемся вместе, растём вместе, развиваемся и живём дальше. Либо мы разводимся. Мы расходимся. Потому что мне эта история не нужна. Дальше будет хуже. И я проанализировала его семью, его семейные устои. Они меня перестали устраивать. Я не хочу, чтобы моих детей воспитывали так, как воспитали Тиграна и его сестру. Они очень культурные люди. Очень спокойные. Но у них нет вот этого стержня, который даёт материнская любовь и внутренняя опора. Поэтому я в размышлении, я не готова воспитывать своих сыновей в традициях семьи моего супруга. Я это отрицаю. Далее. Я не готова дальше жить в таких же отношениях, как были до этого, потому что мне уже это не подходит. Я понимаю, что я даже как бы подставщица в каком-то плане, что, мол, как говорится, бачилы очень шокупывалы. Я видела, какой Тигран, он видел, какая я. Теперь вдруг кого-то что-то не устраивает. Но мы выросли, есть развитие, и как бы я не готова. Это мне, конечно, об этом я задумалась после определённых ситуаций, поступков. Как интересно, с детства нам говорили же всегда, что чем лучше будешь вести себя в этом году, тем класснее подарок на Новый год. И я нашла такую прикольную маску, которую мы сейчас увидим. «Была я умницей или нет?» Так, вёл хорошо себя в этом году? Да. Ты был душнилой? Да. Ты записывал голосовые сообщения? Конечно же, да. Ты слушал какие популярные песни? Да. Так, ты смотрел «Игру кальмара»? Я не знаю, что выбрать, но вот так. Помню, подарочек. Подарок, подарокович. Очень здорово получил подарок. Сохраняйте. Маску играйте сами, со своими детками. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Пусть он будет для вас успешным, удачным. Пусть вас ценят и любят в этом будущем, в 2002 году. Огадай, где вот этой тёте сумка? Как думаешь? Да. Нету. Смотри, такой вот цвет, как у него платьюшка, видишь? Да. Тётяна сумка, видишь, вот над её головой? Это. Какой цвет, знаешь? Это. Фиолет, увы. Да? Да. А видишь, мальчик-школьник сидит? Да. Огадай, где его сумка здесь? Миня. Вот у него портфельчик, смотри, такой вот. Да. Молодец. Мужчины уходят быстро, но всегда возвращаются. Женщины долго думают, прежде чем уйти, но уходят навсегда. Одна большая общая причина, по которой любящая женщина может принять это непростое, мучительное решение и оставить своего любимого мужчину. Всем доброе утро. Доброе утро, пухленький. Вот. Эльдарчик уже ушёл в школу. Майкратулика везу, а на улице зимняя сказка. Обожаю. Вот, пришла домой, а тут уже завтрак готовится такой гореческий, изысканный. Спасибо, Хазанчик. Едем на утренник, гореческий, Сегодня будут веселиться вместе с водопластниками гореланчиком в детском клубе. Настраиваться на проводить настроение. Собственно говоря, мы собрались. Смотрите, модные Юлины тапки. Вот, собственно, она, королева-мать. Королева-мать вашу. А я, кажется, в... Юле можно ехать, в принципе, раздетой, без шапки. А ну-ка, спасибо большое. А ну, кусики-кукосики. Спасибо большое за комплекты, которые я заказала вроде для себя, но сейчас садились обе. Очень стильные, очень классные. Оставлю ссылочку. А вон уже кафе. Друзья мои дорогие, немножко о себе. Как видите, я... Нет, я не плачу. Я не рыдаю. Я просто кто-то потихоньку вспоминаю. Вот и всё. Потихонечку вспоминаю. Отвели детишек, старших, на утренник, который был запланирован заранее с Ролана-классом. Потом покормим в кафе. Вот. И поедем домой. На днях тоже с Катей поедем. Отключемся вдовоём. Вот. А по поводу детей, вот вы мне пишите, дети страдают. Дети всё равно не дураки. И вы знаете, я вам хочу сказать, мне написано, что очень много детей, выросших, которые были в такой ситуации, как я, и мама не развелась, а жила с папой, который обижал. Вот именно для детей я нашла. И эти же самые дети говорят, что не стоит такого дела. Вот. Поэтому я вижу, что мои дети всё видят, понимают. Это наш с ними путь. Они... Я им помогу преодолеть это всё. Все эти ситуации. Но самое обидное, мне кажется, это когда мама врёт. Ну, как бы... Я бы не хотела, чтобы моя мама не врала. Ну, это мы это двигаем, это убираем. Это такие естественные моменты, которые приходят вместе с ситуацией. Да? Уже сегодня купила гранаты на гранатовый браслет. Обязательно сделаем стол со всеми любимыми блюдами. Обязательно оденем новое платье. Обязательно подарки. Вот. Поэтому Новый год у нас в любом случае будет. Так что ещё вам сказать... Ну, сказать, что в моей голове все эти дни проходят процессы, это ничего не сказать. Благоприятные процессы. Глянь, ты глянь, я знала, что к Юле можно ехать, в принципе, раздетой, без шапки, потому что у неё этих шапок и всякие одежды. А ну-ка, спасибо большое. А ну, кокосики, кокосики. 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 Девочки, очень классные ботинки из натуральной кожи. Всё натуральное. Российский производитель. Заказала на Валборис. Именно их вы видели сегодня на мне. Невероятно удобные, тёплые. Можно до минус 15 даже надевать их. Самое главное, идут размер в размер. Очень удобно. И большая размерная сетка. Заказывайте себе и близким. Я, кажется, видела эту женщину, которая в кусты земля рассыпалась, она барахтается в этом. Да? Вот это? В этот вазон огромный. Да? Потом это было такое замечание. Да, да. Там тетя Родина и там в кусты попрыгали. Ты чё, Лешу расплющил? Ты можешь такая скромница, а я сейчас ты записываешь? Да, я записываю. Давай, я скромница, а ты? А ты? Ганючки найдут. Стоп! Полицейский академик теперь помнит. А это лук от вампиров. тишина. Я вот считаю, что они очень красивые. Кто-то повторил из темноты. Так кто же красивые и кто здесь? Паровозик спросил ещё громче. А звёзды красивые, ответили ему. Звёзды очень красиво отражаются на твоих железных боках. И мне не так страшно спать по ночам. А я должен быть очень осторожна, за мной охотиться. и тут паровозик увидел маленького мышонка у своего колёсика. Колёсики сделайте. Так прикольно. Зима, луна, трубы, поград. Тулькин спешит в садик. Мои дорогие, Новый год совсем скоро и я хочу вам подсказать, что можно подарить вашим детишкам на Новый год. На Валберисе нашла классные эко-игрушки от фирмы ЯСемья. Это игрушки из натурального дерева, никакой химии. Это игровые наборы. Я сейчас покажу вам, как мои дети увлеклись и цены вас приятно порадуют. Просто заказывайте на Валберисе, вам доставляют домой, дарите, дети восторг. Причём, если вы зайдёте по артикулу или по ссылке, которую я оставила, вы увидите, что игрушки ЯСемья, они все деревянные. Даже пахнет так прикольно, дерево, натуральное дерево. Я стремлюсь своим детям покупать натуральные игрушки, безопасные. И самое главное, что у бренда каждую неделю новинки, поэтому переходите, заказывайте игрушки и подарки своим детям с доставкой домой. посмотрите, в какой надёжной упаковке приходят игрушечки. Специально показываю до вскрытия. Все целые, все аккуратные в антиударной плёнке. Ой, как здорово! В комплекте идут наклеечки. Да, Вагратик, это наклейки? Наклейки. Сейчас снимем плёнку. это вот как конструктор. Смотри, Ролан, тёти и дяди. Да? Тут сюардесса. Погодите, смотри, вот тут такой дядя в очках, вот, видишь? По инструкции, да? Вот тут дядя сидит, вот тут тётя, вот тут дядя в зелёной маечке, вот это. Дети увлечены. бабушка. Эльдарчик сейчас придёт и да собирает солнышко. Развивающая такая игрушка. Покажи, как ты уже сделал. Как классно. Ну, это вообще для, немножечко для вот таких вот, для вот таких вот маленьких деток. Ты бабулю сажаешь? Сажай бабулю. Бабуля. Он, это дядя. Это мой. Это дядя. Дядя? Твой дядя? Ты посадил его, да? Нет. Так интересно, прямо вот сиденье есть. Она злая? Она злая? Почему она злая? Она очень добрая, мне кажется. Не, она злая. Все злые. Багратули, все добрые. Нету злых. Тут всё ордесса. Багратик, смотри, вот тут такой дядя в очках, вот, видишь? по инструкции, по инструкции, вот тут дядя сидит, вот тут тётя, вот тут дядя в зелёной маечке, вот это. Дети увлечены. Я бабушка. Так, Эльдарчик сейчас придёт и собирает солнышко. Развивающая такая игрушка. Покажи, как ты уже сделал. Как классно. Ну, это вообще для, немножечко для вот таких вот, для вот таких вот маленьких деток. Ты бабулю сажаешь? Сажай бабулю. Бабуля. Он видит дядя. Это мой. Это дядя. Дядя? Твой дядя. Ты посадил его, да? Нет. Так интересно. Прям вот сидение есть. Он у тебя тоже дядя. А, тётя. Она злая? Почему она злая? Она очень добрая, мне кажется. Нет, она добрая. У него все злые. Багратули, все добрые. Нету злых. Нету злых. Ммм, как вкусненько пахнет. Завтра готовится. Ты уложи. Вдвоём к моей столине. Я не могу себе позволить встретить Новый год с сединой. И без ухода. А Катя сделаем классный уход. Без ухода Тиграна ты имеешь в виду? Или что? Ой. Без ухода Тиграна. И без ухода для волос. Вот. Поэтому едем становиться ещё красивее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Во-первых, увлажняет, подтягивает и убирает всякие там неидеальные моменты на коже. Очень хорошие. Можно заказать на Озоне, на Валберис. Я сейчас ссылочки накидаю. И самое крутое, что стоит 550 рублей. А состав премиальный у него. Заказывайте. Сейчас доберу малыша. Все будем дома. Какой ты молодец? Покажи, что нарисовал. Таню прочитать тебе? Да. Наша Таня громко плачет. Уронила в речку мячик. Тише, Таня. Не плачь. Не утонет в речке мячик. Не утонет в речке. Друзья, сегодня удалила свои прямые эфиры, и очень многие обиделись, но я почувствовала очень много негатива от себя именно в этом эфире, там все правда, там кто-то написал, что, наверное, Юля обманула, нет, я не обманываю, просто так легко в этой ситуации подкинуться на негатив, я больше ничего это не обсуждаю, если хотите узнать, что случилось, смотрите мои прежние эфиры, смотрите посты, вот, я не буду опускаться туда, нырять в негатив, мне надо сейчас на позитиве быть, добиваться каких-то своих моментов и идти дальше, а кто варится в негативе, тот тонет, поэтому вот я его удалила, я почувствовала, что он такой стрёменький, стрёменький был, ссыл на этой истории, заказывайте продукты с доставкой на дом, не стойте в пробках, не нервничайте в очередях, а просто встречайте Новый год с качественными продуктами от Эко Маркет. я его ещё и выселила. Выставку можно сделать, приклеить его, глазки на нём нарисуют. Что? Мы на позитиве с Катей поедем на шоппинг и ой и поедем Я что без маски? Да, ты такая красивая без маски, представь вот и поедем в ресторан есть устрицы Боже, как красиво Мы вышли на улицу, а здесь настоящая сказка морозка Ой Какая красивая морозка Посмотрите Смотри Очень красиво Не передает видео настолько красиво Да, видео что-то сейчас украло Друзья мои Я хочу порекомендовать вам офигенную обувь итальянского бренда Я заказала И себе и детям Так как этот бренд позволяет заказать обувь себе и детям Посмотрите, какое классное качество Во-первых, миндрана Во-вторых, тройная стелька которая позволяет быть лёгкой в то же время тёплой Это для багратика В то же время тёплой и износа стойкой не влажной Ваши ножки Пакеты Это и дай Это и дай Новенькие сапожульки То есть ваши ножки Ваших деток не будет пакет Но я заказала ещё себе Это сеть магазинов Это Ролану, да? Это Ролану По всей России Где вы можете купить Я оставляю Инстаграм Где вы можете посмотреть всю информацию Вот Классно вообще У них платформа Подошва какая-то особенная, да? Да, у них тройная стелька И мои А вот это, девчонки мои Итальянский бренд BMI Он обувь создаёт И для взрослых И для детей Заметьте, у всех Такие вот прорезиненные Силиконовая Нескользящая подошва И невероятно удобные Допустим Малыши Застёжки на липучках У меня, смотрите, как удобно Раз Растегнула Прям для мамочки, да? Запихнула Да, в середине Так тёпленько, классно Дай середину, посмотри Подписывайтесь Там бумажка ещё Подписывайтесь Заказывайте Обувь Тёплым себе Своим близким Ну что, кот и нята Сходили мы с Катей в солярий На Новый год Можно быть с горелыми пантерами Вот Много вопросов в личке Про сапожки Которые только что показала Бимайн Я сейчас Оставлю ссылку Топлинк В которой, если вы Кликните на неё Вы получите Перечень магазинов Где продаётся Эта обувь Действительно хорошая, классная Я в восторге Музыка 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 Передай привет, Катя. Это долго мы ехали. Очень долго ехали. Да, немножко устали. Вот видите, какая я ела Инночка. Это Вегас. Шопинг. И вкусные-вкусные блюда. В ресторане мясо-рыба. Заходим? Наш любимый ресторан. Господи, сколько мы здесь всего отмечали. Ой, как пахнет. Господи. Вот хлеб не ем, но тут не вариант. Мы здесь столько раз были именно в этом Вегасе. В Вегасе, в этом мясо-рыба. Но именно этот зал мы не видели. Короче, очень здорово. Дядечки. Красиво. Устрицы или ежи? Устрицы или ежи? Ежи и устрицы. А вот и он. Иди ко мне в историю. Мой гардероб пошел. Неплохо. Неплохо. Я считаю, что перед новогодней суетой нужно немножко расслабиться, для того, чтобы хватило ресурса. Все шикарно организовывается. Не только перед новогодней суетой, а вообще в сборной. В каждой непонятной ситуации нужно найти хорошее ресторан. Такой, как ресторан, сети Сергея Миронова «Мясо-рыба». Вот сзади написано. Устрички. Помнишь, кто меня научил их правильно есть? Наслаждаясь их мяском. Не заливая, конечно, не заливая их никакими соусами. Ваше здоровье, господа. Вот она сидит, красотка такая. Вот здесь наши первые лакомства. Подъехали. Как красиво ночной муру. Друзья, если вы придете в «Мясо-рыбу», обязательно закажите ассорти из паштетов. Это невероятно. Вот это у нас медовая корка. Вот это помидорный джем. Это жареный лук. Невероятно. И масло, соответственно. Это не масло, это паштет. А, да? И это паштет. И это ассорти. Невероятная закуска. Вот это шикарно. Поехали. Это значит медовая корка. Она наносится на потрясающий хлебец. И даже нет, нет. И трошечки цебульки. Тришечки. Скажите, пожалуйста, а вы гурман? Вот этот чай у пришел уже не в кабинет. Это шоколадный фондан. Шоколадный горячий кексик в середине. Горячий шоколад. Рядом мед и мороженое. И мне всегда очень нравится, как приносят по умолчанию здесь мясо рыбе во всей сети. Вкусные домашние конфетки. Ну, собственно, припрос. А это панакота, да? Да, чернежиле. Смотрите, как оформляют. Тут для гурманов и для ценителей красоты. И, кстати, людей немало здесь. Кто там позалазил? Кукушки! Я! Ныряй! Опа! Смотрите, не свалитесь. Кукушки! 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 Всем привет! У нас сегодня взамен смесителя. Никаких потеков в новом ходу. Вика, спасибо большое. Так приятно. Шикарный букетик. Спасибо. Так. Надо, чтобы все усики были. Чинишь гирлянду? Да, Баграта. Имели неосторожность. Дать Баграту пару раз. Оторвал усик. Оторвал звездочку. И красивенькая гирляндочка. Не загорается. Так, ты что делаешь? Ампутацию? Я срезаю изоляцию. Сейчас я их завяжу. Заизолирую, и она будет работать. Вот, связали усики. Сейчас будем делать проверку. Если шандаратить, вызывайте скорую. Пределила за малым, заизолировать изоленты. Так, вот этот кончик, да? А ну-ка, что-то на него не наводится фокус. Ага, ага. Вот супчик готов. Любимый индюшиный супчик. Ага. Что это за волшебная коробочка? Что это за волшебная коробочка? А это экзотические фрукты из самого Таиланда. Приехали далее, смотри. Здесь все, что мы любим. Личи. Мангустин, или как они правильно? Короче, больше всех я люблю вот эти. Вот эти. Это гранадила. Ее разрезаешь, и в ней такие вкусные жуки со слизью. Сладкие. Я обожаю. Я вот это люблю, и ананас. Да? А ананас будешь кушать? Заказать можно по ссылочке. Ями фрукт. Если я правильно произнесла. О. Или это Личи. Короче, я название не знаю, но люблю это все есть. Манго, Эльдарь, для тебя. Манго такие классные. Ой, какой спелый. Кайф. Только не швыряй. Оставила ссылочку. Девчонки очень быстро обрабатывают заказы. Еще до 31 числа успеют вам доставить. Да, твой любимый, Эльдарушка. Вот. Вот так вот добавили. Я очень люблю встречать Новый год, когда гирлянды. Вот тут будет говорить наш президент. Зажжем, зажгем, зажжем свечи. У нас их много. Здесь будут подсвечники тоже свечи. Я думаю, такого освещения на кухне для встречи Нового года нам хватит. Я люблю, когда именно вот гирлянды. Класс, да? Боже, как он похож на моего малыша. Так похож на... Так похож на Савушку. Он все никак не доедет. Я уже не могу дождаться. Сейчас, сейчас. Вот и Савушка приехал к нам. Багратули, Эльдарчик, показывайте все-все игрушечки. Игрушечки. Привет. Давай. Ух ты. Смотри, какой. Багратули, скажи. Тетя Юля. Давай. 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 Хочешь мульты? Смотри, какая. Макушечка. Еще. Пойдем. Все, все. Пришел гость. Покажи. Эльдарик, смотри, Савушка к нам приехал. Давайте пушим. Нет? А Маша, убираем, убираем. Смотри, Багратик. Рассыпайте игрушки. Проказывайте Савушке игрушки. Хе-хе-хе. Так, а дозвольте. Дозвольте. Спасибо. Ой, какой умничка. Смотри, Сава, червяк. Да. Орландчик сам вызвался почистить гранат для своего любимого салата. Да, Орландшка? Гранатовый браслет. Вот тут гранатик уже чистится потихоньку. Размораживаем мясцо. Кто-то чистит, кто-то ест. Вот это гранатила. Мы с детьми очень любим. Вот это то, что я говорила. Классные жуки. Медовая. Вкусные вот эти вот штучки. Середине вот эти вот зернышки. Они просто медовые гранатила. Тоже у Ями фрукты оказала. Там очень много фруктов. Очень отличного качества. Заказывайте. До 31 числа вам еще успеют доставить. Сейчас пойду в магазин за шампанским, за кока-колой, за всеми ингредиентами для салатов. Крабовый, оливье и гранатовый. Лучше сейчас, чем завтра. Человек настолько неубиваемое существо, что вот если он чего-то хочет, и вот сделать так, что нет, он все равно добьется. Если он действительно хочет. Завтра начинать подготовку. Роланчик такой молодчинка, он уже сегодня начистил. Хочешь, да, салатик? Я тебе сделаю самый вкусный салатик. Я обожаю гранатовый браслет. Сделаю много, много, и будем кушать сколько хотим. Особенно... Молодец. Слушай, какой ты молодец. Вот это все начистил Ролан. Умница моя, разумница. А гранаты, конечно, шикарные. Все белое внутри. Два на два. Два старших, два младших. А в Багратику раздролием. Сами салатик. Вот так мы расположились. Томас! Сала, привет! Томас! Багратулькин, привет! Томас у тебя, да? Тут спит и Птарчик будет спать. А Роланчик у нас на диванчике. Вот такая вот уютная комнатка получается. Для четверых мальчишечек. Да, кстати, стенку тоже я поставила. Закрутила ключами. А ты взрослую кроватку уже переселился, да, Багратуля? Ролан? Ну, потом она будет твоя, да? Ты будешь вот так тут спать, да? Всех с наступающим, друзья! Почистить гранат. Надо взять и вот как я проделать вокруг его ножом. Разрезать на четыре части, да? Крест-накрест. Не вот так просто, а бы как. А по кругу нож провести, а потом крестиком так же вокруг провести. А теперь пока. Ну, хватает сил, надо залезть пальцем в сель и разломать. Вау! Вот это ты мочишь! Молодец! Браво! А чтобы достать оттуда, надо взять и его еще раз проломать. Вау! И ягодки целы, да? И удобно выколупывать. Ну, так чистится гранат. Браво! Опа! Вот, Мина, твои стулья уже у меня. Вот, куда они подходят. Какая там московская. Здесь они будут жить. Я когда их увидела, поняла, что это все сюда. Где заказала такие стулья, я оставлю ссылочку. Мне были леганты. Действительно, качество супер. Правда, лучше подходят, чем наши, те, которые были? Те отдала Тиграну. И пригласила его прийти сегодня на Новый год. Он сказал, что подумает, это будет только его решение. Хотя бы ради детей. Заправку для гранатового. Показываю наглядно. Лук нарезали. Туда сахарочку. Туда уксус. Ой, и заливаем это кипяточком. Даем настояться. Будет просто шикарно. Так. Почти. Вот так вот. Снято. Теперь этот салатик пойдет наставиться на балкон. Я заправлю. Крабовый, который мы с Хасанчиком накрошили. Это горилла пойдет сейчас, значит, за дверь. Это, как его, Оливье. Вы тоже смачны. А это остались гранатики. Вот так вот. С наступающим! У-у-у-у! Как мы давно с тобой. Мы готовили, да, вместе? Ага. А, тут у меня я. Это Катюша готовит сегодня красивую. А, обо каду. А, обо каду сегодня красивую. Случайно, Котик. Иди! Вот, смотри, готовь. Моя фасиаль. Моя фасиаль. Моя фасиаль. Поехали накрывать. Кайфуй, нова. Годний стол Стулья на месте, смотрите Смотрите, как классно Привезли осетрину Все остальное Готово Вот так Ой, какая настриженка Настрижены Давай, мама откроет Опа, что там Ой, какие постриженки Зайка, посмотри, халатик пришел Посмотри, как он классно сел на мне Спасибо тебе большое Девчонки, вот такие вот классные халаты Можно заказать в магазине Интима-мода Я уже не первый халатик здесь заказываю С тапочками еще надо что-то решить Ух Ух С наступающим, друзья Я пошла резать рыбу И накрывать окончательно на стол Вы, если бы знали Что за вкуснейшее оливье Смотрите на нее Ты умрешь, как подлышь Ага Сейчас это Пойдем Лышь, шакал Так, у нас Практически Мышечка Практически все на мази Давай, доставай Так, гранатовый Сейчас торжественно достану стаканчик Бери, бери Хватай Так, бокалы Так, торжественное вытаскивание Стакана Один такой У меня развалился Ну-ну-ну-ну Что ну-ну-ну Я его на бочку с порохом Уходил Опа Оп Смотри, какая дюрочка Нет, я не пью Я не пью Спасибо Ты так? Ты меня вараешь? Кошка Тогда пей Снимай Ах, ты варишка, мамень Ну что, финишная прямая Вот осетриночка Красивая Приехала Заказала Фишфарм Там, где мы всегда Заказываем Вкусных осетров И радуем себя В празднике Ну а наш стол Почти готов Кто к нам Зайдет на огонек Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие мои подписчики Я поздравляю вас С наступающим Две тысячи Двадцатым годом Хочу, чтобы Огурчик Новый 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 Счастье Любви Денежек Пусть сбываются Все ваши мечты Желания Пусть вас любят Пусть вы Любите Да У нас Сочалась Золушка Три Давайте проведем Этот старый год И скажем Большое спасибо Я пользуюсь Случаем Хочу Сказать спасибо Всем Кого я знаю Лично Кто мне Делал добро Кому я Делала добро Спасибо вам За то, что вы Есть в моей жизни Спасибо, девчонки Хорошо А вот Одна снегурка Хочу Пришла И принесла Подарочки для всех четверых. С новым годом! Я давно говорила, хочешь узнать человека, поставь его в критическую ситуацию. И я сейчас пользуюсь своим опытом, хочу сказать девчонкам, которые только в начале пути. Во-первых, если вам что-то не нравится в отношениях с человеком или в человеке, не думайте, что вам удастся его изменить. Я сама на своей шкуре проверила, что и меня не получилось изменить. И я не смогла изменить, хотя я не меняла, а просто не трогала. Я знала, что так будет, если тронуться живую, если поставить такую ситуацию, что будет вот так. Но я не готова была это видеть до определенного момента. Теперь я это вижу. И поэтому, девчоночки, очень вас прошу, когда вы выходите замуж, вы должны знать, как ведет себя ваш будущий муж в критической ситуации. Я это однажды увидела уже 10 лет назад, но я оправдала, нашла оправдание в своих мозгах. Так вот, мужчин оправдывать не нужно, жалеть их не нужно, и давать им право на ошибки тоже не нужно. Это не дети. Чем больше вы будете жалеть, оберегать то, что делала я, тем больше вы ошибок совершите, которые потом будут вас бить по-вольному. Вот так. Это мой опыт. Пользуйтесь. А я, кстати, очень много девчонок читаю в личке и смотрю, некоторые ведут даже блоги, девочки, кто проходили подобные ситуации или даже сложнее. Нужно трезво смотреть на вещи с самого начала, когда еще не больно. Но, как говорится, если бы молодость знала, старость могла, безусловно, что я еще не старая. Вот. У многих ошибок можно было бы избежать. Но я вам скажу одно, что многие мне говорили, и пока я на своем опыте не увидела, я не поняла. Поэтому думаю, что каждый должен пройти свою дорожку. Смотрите, что нашла. Меня питают истории сильных людей. Вот я подписалась на Юлю Фомину, которая, как и я, Юля, как и я, сирота, без родителей. Но у Юли было намного тяжелее, в том плане, что ее родители вели аморальный образ жизни. И с 13 лет Юле приходилось работать яркой, чтобы хоть как-то одеть себя к школе и брата своего младшего на 7 лет. И когда Юле было 17 лет, родители умерли. У нее остался на руках 10-летний братишка. И Юля с ума его воспитала, подняла на ноги, выучила. Брат закончил сувороженство. Училище, потом пограничный институт. Видите, как много может сделать человек. Сегодня у Юли сын и дочь, полноценная семья. Она занимается животноводством. Уж Юли, растениеводством. Полноценная семья, сын, дочка. И катается Юля сейчас на Мерседесе. Видите, как можно все сделать, если не падать духом и принимать все препятствия и все жизни. Сложности, которые тебя ждут. И, кстати, Юля сейчас сбрасывает интенсивный вес из очень большого. Сбросила Юлечка уже 9 килограмм. И это еще не конец. Мне очень нравится смотреть, как она делает сказку для своих близких. Ту сказку, которой не было у нее. И вообще, зайдите, почитайте. Много полезного. Смотрите, как какой сюрприз она детям делает. Это так мило, так по-домашнему. Я себя узнаю. Когда чего-то не было в жизни, хочется его сделать и дать. Юля такая молодец. Только вперед. кто-то кто-то ой, детки, смотрите, кто к нам пришел. Побегайте сюда. Конечно, можно. привет, привет. Здравствуйте, мои хорошие. Дедушка Мороз, ты же. моя колечка. Утюг. Нет, здесь не... курочка пришла. Курочка пришла. курочка. Обнимай. Ой. Показывайте. Ребята, и елочка ваша... А у нас елочка здесь. Слушай, какая красавица. Дедушка, посмотри. Ох, и вправду. Красивая. Наряжали все вместе. У-у-у-у. Красивый миг, елку наряжаем. Звезда на верхушке. Ярца спусти. Не получилось. Еще раз. Снегурочка. Поградули, иди к Снегурочке. давай. Иди, солнышко. Иди к Снегурочке. Боже, спасение. Иди к Снегурочке. О-о-о. О-о-о. это сильно, сильно, да? Давай. Давай. Тера. последний. Иди к Снегурочке. О-о-о. Ну что, получилось? Нету сил. Не знаю, если не Снегурочек. Давай, я проверю. Можно проверить? Будем проверять подарочки. Давайте еще. Страшно. О-о-о. Ой, какая страшная. Илья, рука. А-а-а. О-о-о. 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 Блин, как классно. Оль, прикольно. Прикольно. Давайте, давайте. Это не для слабаков. О-о-о. Мама. Быстро делай. Только подсверсик. Меня не снеси. Да, можно чуть-чуть медленнее, но не будет горячо. Вот так, Блин, так прикольно. По пальцу прошло. Прикольно, прям, как будто что-то сделало. Как будто облизали пальцы. Ага. Все. 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 Ой, боже. Кончилась наша свечечная вечеринка. Нет, нет, нет. Ну, пусть задует. Он потом пойдет спать. Пусть. Пусть задует. Эльдарий. Нет. Я потом еще раз зажгу. Давай. Давай. Да. Все, богатый. Ванизма пошла. Разглай. Все, богатый. Все, мы сейчас... Идите спать. Маму будем спать. Идите спать. Ой, какая умничка. Иди, Багратолик, иди. Спасибо. Вот. Сейчас сядут в такси, деточки. И поедут. Роланчик, Эльдарчик. Нету. Нету их, да? Нету. И поедут. Ого. Нету. Нету. Нету.